Дарья Сударева 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 В Ульяновских геронтологических центрах уже началось переформатирование работы социальных служб. Первопроходцами стали Центр заботы, интернат в селе Акшуат и Центр соцобслуживания «Исток». Также к работе подключены 10 надобных служб Ульяновска. На реализацию проекта выделено более 30 миллионов рублей. В 2021 году сумма увеличится. На расширение штата сотрудников и организацию новой системы будет заложено почти 63 миллиона рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Новости о страшном коронавирусе уже несколько недель не сходят с экранов телевизоров. Все боятся смертельной болезни и готовы из-за первого же чиха бежать в больницу. Грозит ли ульяновцам болезнь и какие меры предприняты, расскажет Наталья Чумаченко. Высокая температура, головокружение, тошнота и общее недомогание. Такое состояние испытывает человек, заразившись коронавирусом. Заболеть можно воздушно-капельным путем, вступив в контакт с источником инфекции, людьми или животными. По словам специалистов, симптомы чаще всего напоминают ОРВИ и ОРЗ. Поэтому больной начинает лечиться привычными препаратами, тем самым усугубляя свое состояние. При любых недомоганиях следует незамедлительно обратиться к врачу. То заразиться, извините меня, просто так в Ульяновске нельзя. Это должен быть источник инфекции. Почему мы боимся? Именно вот эта коронавирусная инфекция вызывает не только верхние дыхательные пути поражает, но и нижние. Вызывает отек геморрагически легких. Это так называемый острый респираторный следственный синдром. Если больной, жидкость наша проникает в легкие и военнофтически захлебывается, не может дышать. По данным карты распространения коронавируса, заболевание зарегистрировано сегодня почти в 20 странах. В России коронавирус пока не обнаружен, хотя медики регулярно проверяют тех, кто в группе риска, то есть недавно вернулся из Китая. В аэропортах, на вокзалах пассажиров проверяют тепловизорами. Главный симптом коронавируса – повысившаяся температура. В Ульяновской области к тестированию готова лаборатория Роспотребнадзора. В связи с возникновением коронавируса определились особые условия приема пассажиров. Здесь уже мы будем подниматься на борт с вооруженными тепловизорами, бесконтактными термометрами. И будем проводить мероприятие выявления больных с высокой температурой уже на борту. В здании вокзала или аэропорта пассажиров еще раз проверяют на стационарном тепловизоре. Если у человека высокая температура, у него сразу же берут анализы. После этого вызывают медицинских работников, которые должны доставить, возможно, больного человека в инфекционное отделение ЦГБ, где есть необходимые средства для лечения. Инкубационный период у нового вируса от двух суток до 14 в среднем одна неделя. Лечение пока симптоматическое, однако есть уже клинические рекомендации по терапии, которая действует непосредственно на вирус, то есть эти утропные, действующие на вирус терапии, пока в стадии разработки. Ситуацию под особый контроль взял глава региона. Сергей Морозов призвал областной Минздрав не допустить паники среди населения и провести с людьми разъяснительную работу. Методические рекомендации в целом по стране Минздравом Российской Федерации разработают. Поэтому наша задача, и министра, и Мартыновой, незамедлительно эти методические рекомендации, вот если они там чересчур заумно, как может быть написано, перевести так на более понятный язык и довести до жителей Ульяновской области, используя все источники массовой информации, какие у нас есть. В рекомендациях приводится алгоритм обследования и лечения пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также в документе рассматриваются предполагаемые варианты профилактики. При планировании зарубежных поездок нужно уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране, полностью отказаться от поездок в КНР, не посещать рынки, где продаются животные для использования в пищу, использовать маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей, а при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Данил Сурков. Новости Улправ ДТВ. Развитие бизнеса в Ульяновской области в целом и Димитровграда в частности – один из приоритетов деятельности регионального правительства. Для этого предполагаются различные инструменты, которые помогут начинающим компаниям и тем, кто уже твердо стоит о ногах. В том числе это государственные займы, бизнес-кейсы, субсидии. Об алгоритме применения возможностей шла речь на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в креативном бизнес-пространстве «Горизонт». Расширенное заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Вопросы поддержки предприятий и организаций на территории нашего города с участием представителей регионального фонда обсуждали не случайно. Димитровградская компания «ТРАД» одной из первых в 2020 году получила одобрение на субсидирование из регионального бюджета в размере 19 миллионов рублей. Сейчас на предприятии используется старое оборудование, которое не позволяет выйти на более высокий технический уровень. И помощь региональных властей будет как нельзя кстати. Сейчас мы хотим освоить новую технологию лазерную резку металла, то есть вырезать детали из металла. Поэтому нам необходимо оборудование, которое будет именно под современные технологии подходить. В связи с этим в «ТРАД» появится еще пять новых рабочих мест. Это одно из условий софинансирования. Кроме этого, для того, чтобы получить финансовую поддержку от областных властей, необходимо собрать пакет документов. У разных компаний он различен. Показать, что предприятие функционирует, есть договоры, вовремя выплачивается заработная плата. Стоит отметить, что в этом году на поддержку регионального бюджета рассчитывают примерно 25 городских предприятий. В 2019-м местные предприятия получили на развитие более 40 миллионов рублей. У нас очень многие предприниматели уже воспользовались данными мерами. Мерами, например, это дешевые лизинговые программы, также банк МСП очень успешно кредитует некоторых предпринимателей. На координационном совете предприниматели получили исчерпывающую информацию о разных вариантах государственной поддержки, развития малого и среднего бизнеса. Каждое направление – это полноценная и самодостаточная программа развития бизнеса. Участие в них поможет стабильно работать и расширять свое дело. Как говорится, было бы желание. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. В Димитровградском городском суде начались процессы над проштрафившимся депутатами Городской думы. Ошибки выявил антикоррупционный комитет при администрации губернатора. Первыми рассматривали дела одномодатников Сергея Крючкова и Владислава Хворова. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Депутат Сергей Крючков прибыл в суд около 10 часов утра. Сторонника КПРФ встречали традиционным перформансом с не менее традиционными громкими лозунгами. Само заседание было закрытым для видеокамер. Крючков постоянно заявлял во время процесса о фальсификации его декларации и ничтожности обвинений в его адрес. Владислав Хворов появился в здании суда в середине дня. Группы поддержки у него не было. Заседание также было закрыто для видеосъемки. Самый молодой депутат от КПРФ в данном созыве не смог пояснить, откуда у безработного студента на счетах оказалось в сумме более 400 тысяч рублей за один год. Хворов предположил, что это были перечисления от родителей или родственников. Еще один вариант – подработка, которую он почему-то за доход не посчитал. Где и кем работал, детально пояснить не смог. Рассмотрение дел Крючкова и Хворова будет продолжено 5 февраля. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Демгород 24, специально для Управ ДТВ. Митрополит Симбирский, новоспаский Иосиф отметил день рождения. Богослужение, посвященное еще и годовщине возведения в САН, прошло в Спасо-Вознесенском соборе. Владыку поздравили прихожане и первые лица региона. Вы всегда верили в то, что рядом с вами, в моем лице, все власти будут вашими помощниками. Мы вас искренне любим и желаем вам счастья и здоровья. Митрополит Симбирский, новоспаский Иосиф, а в миру Игорь Балабанов, родился в 1954 году в старинном подмосковном городе Кашира. В 1999 году был возведен в Сан-Епископа. Информационный портал Управда.ру и телеканал Управда.ТВ в числе победителей конкурса на соискание ежегодной областной премии в сфере журналистики за 2019 год. В церемонии награждения приняли участие лучшие представители отрасли. На соискание областной премии в сфере журналистики было подано рекордное количество заявок – свыше 200. Телеканал Управда.ТВ стал победителем конкурса в номинации «Лучший материал патриотической и краеведческой тематики». В частности, награду вручили за цикл передач на «Семи ветрах». Диплом начальнику телевизионной службы телеканала вручила заместитель губернатора Ульяновской области Наталья Мартынова. «Радует, что журналистский уровень из года в год растет, и появляются новые лица, появляются новые авторы, и сегодня мы с удовольствием их поздравим и вручим премию, которую они честно заработали». «Мы в одной команде, мы всегда делаем все вместе, где-то есть у нас какие-то недочеты, какие-то удачи, какие-то неудачи, но самое главное именно, что мы коллектив, и что все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и качественно». Редакции ульяновских СМИ готовили для своих читателей развлекательный, познавательный и информационный контент. Реализовывали общественно значимые медийные проекты, показывали жизнь Ульяновской области во всем ее многообразии. «Год непростой был, в том числе и для средств массовой информации. Отрадно, что все выжили, отрадно, что были реализованы новые медийные проекты. И вот эти медийные проекты, они помогли руководству области, региональному правительству проинформировать людей о той работе, которая ведется, в том числе, например, по исполнению национальных проектов». На конкурс принимались теле- и радиопрограммы, материалы, опубликованные в печатных и сетевых изданиях. За освещение вопросов в социальной сфере награду получил и информационный портал «Уллправда.ру». «На самом деле очень горжусь своим коллективом. Мы выросли за время моей работы там, мы стали заметными, нас читают, и нам признаются в любви и благодарности. Поэтому эта победа командная, и всему моему коллективу огромное спасибо за работу». Отрадно, что в числе победителей оказались и молодые журналисты. «Я очень рада, что мне предоставлена возможность развиваться в этой отрасли. Надеюсь, что впереди у меня много очень тем интересных и интересных героев». Поздравляем всех коллег с победой и желаем дальнейших успехов. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости, Уллправда ТВ. Героев Сталинградской битвы уроженцев Ульяновской области увековечили на аллее в центре города. Волонтеры победы представили проект «Историческая память». Чем он полезен и что еще приготовили патриотические активисты, расскажет Виктория Черкова. Приближается одна из важнейших дат в истории нашей страны. 2 февраля 1943 года наши войска одержали победу над фашистами в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из самых кровавых в истории человечества. При обороне войска Красной Армии потеряли более 300 тысяч человек погибшими. В ходе наступательной операции «Уран» количество убитых советских воинов составило более 150 тысяч. Эти потери и эту победу невозможно забыть, поэтому ульяновские волонтеры решили увековечить память наших героев-земляков. На улице Гончарова появилась «Аллея славы» с их портретами и биографиями. По мнению активистов, такая выставка будет особенно полезна для подрастающего поколения. Сейчас и молодежь, у нее клиповое мышление, они уже не реагируют на какие-то большие тексты, они реагируют на картинки. И, собственно, портреты, они яркие, они такие бросаются в глаза для того, чтобы молодежь увидела хотя бы какую-то интересную для себя информацию. И это уже их побудило узнавать историю о своих предках. Экспозицию открыли торжественно. Красная ленточка и приветственное слово организаторов. Акция – только начало патриотического флешмоба. К 75-й годовщине Победы подготовили еще много чего интересного. И как раз в преддверии вот этой Великой Победы сейчас у нас пройдет диктант Победы, который посвящен как раз 75-летию Великой Победы. Он пройдет во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Интеллектуальный исторический квест будет проходить и на городских площадках, в школах, СУЗах и университетах. Каждый желающий сможет проверить свои знания о том, как наши предки добывали для нас мирное небо и свободу от фашистов. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости УПравды ТВ. В выходные в Ульяновске сохранится облачная погода, а большая вероятность снега. Температура днем будет держаться на нулевой отметке. Ветер южный 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале УПравды ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. Хороших выходных! Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии. Высокий доход по хорошей ставке. Или простоту в пару кликов. Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова